Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минско-городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года в столице зарегистрировано более 1400 пожаров и загораний, жертвами которых стали 23 человека. Минск чрезвычайный. В минувшую пятницу пожар вспыхнул на территории нежилого строения, расположенного на первой землемерной улице. Вероятнее всего, в результате поджога там загорелись два частных дома и два сарая. Прибывшие работники МЧС оперативно справились с огнем, и в происшествии никто не пострадал. В этот же день в трехкомнатной квартире на улице Шишкина горел балкон. Огонь успел распространиться и в жилую комнату. Спасатели оперативно справились с ним. Всего же площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Повреждено имущество, закопчена квартира. Причиной пожара стал окурок, брошенный с выше расположенного этажа. Помните, что небрежно брошенная сигарета серьезно угрожает безопасности окружающих людей. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе столичные спасатели дважды помогали детям, попавшим в неприятные ситуации. На улице Каховска 11-летний мальчик, бравируя перед приятелями, залез на дерево, но спуститься самостоятельно не смог. Друзья вызвали спасателей, которые с помощью лестницы штурмовки сняли несостоявшегося тарзана с дерева. А на улице Лучины работники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли 8-летней девочке, нога которой предательски застряла в решетке приямка административного здания. Дети отделались легким испугом. Минск чрезвычайный. Чтобы не подвергать жизнь и здоровье детей опасностям, уважаемые родители, будьте особенно бдительными. Ведь опасностей вокруг нас немало. Они могут постерегать и в лесу, и на улице, и даже в собственном доме или квартире. Поэтому в летние месяцы в пришкольных и летних оздоровительных лагерях республики МЧС проводит акцию «Каникулы без дыма и огня», направленную на профилактику чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, в том числе вследствие оставления их без присмотра. Соблюдайте правила безопасности и обязательно слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.